Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться в том, что с вами происходит. Ну, во-первых, поставить подругу на место, что это значит для вас лично. Показать подруге, что она не права, дать ей почувствовать, каково это, когда ведут себя так же, оскорбить ее, унилить, осадить, бросить, предать. Что для вас есть, поставить подругу на место. Это первый важный вопрос. Второе. То, что вы перечисляете, особенно то, что к себе в гости не приглашают и постоянно голодны, ну, это, как бы, наводит на мысль о том, что человек просто вас использует. Как, вот, вы что-то сделали для нее, один раз, например, там, угостили ее, или, там, не знаю, покормили, или что-то еще, и она решила для себя теперь, что все время вы будете так делать. А может быть, она просто по своей натуре, такой человек, который не уважняет личные границы другого, не имеет чувства такта, не имеет вестливости, и так далее. Для начала нужно определить, ведет ли она себя так со всеми, или только с вами. Если со всеми, то переделывать ее бесполезно, ставить на место тоже бесполезно у нее, тем более, в 47 лет уже сложившаяся модель поведения, вряд ли она это поведение будет как-то менять. Тем более, если это поведение ориентировано на всех людей. Если она ведет себя так только с вами, ну, вот, предположим, что она ведет себя так только с вами, но это, в первую очередь, означает, что вы позволили ей так себя вести с собой. И я понимаю, что вами могло двигать, в общем-то, начало такое положительное, то есть помочь ей, там, поддержать, угостить чем-то и так далее, но потом вы не могли не заметить, что это стало системой. И вот тогда, в тот момент, когда вы увидели, почувствовали только, что это стало системой, это нужно было бы пресечь. Везли вы, то есть, например, там, или, наверное, не пустить в дверь, сказать, что вы заняты, ну, как-то вот, знаете, осадить человека. Тогда вы этого не сделали, кстати говоря, интересно, почему вы этого не сделали тогда. А сейчас человек уже считает, что именно так у вас и протекает друг с другом. И вам нужно понять для себя, что в такой ситуации вам нужно просто вежливо, но твердо показать, что есть некие границы, с которыми она это расступать не может. Например, вот если, например, она приходит, как вы говорите, без предупреждения, да, приходит без предупреждения. Ну, вот что мы можем сделать в этой ситуации? Доставить человека перестать приходить без предупреждения? Ну, мы вряд ли это можем сделать. Вряд ли это в наших силах. Там что-то взрослая, взрослая женщина, коей является ваша подруга, она для себя, наверное, сама уже все определила. И очевидно, что вот то, что для нее подводительное, то, что для нее нормально, это еще не значит, что для вас это тоже нормально. И для вас это приемлемо. Но еще раз, донести до нее это невозможно. Потому что она же такой человек. Но что вы можете сделать? А сделать, что вы можете достаточно простую вещь. Вы можете просто сказать ей, что, например, заняты. И все. Сказали раз, сказали два, сказали еще какое-то количество раз, что заняты. и рано или поздно сейчас человек поймет, что, ну, что-то не так. Человек поймет, что вот как-то неправильно складывается то, что он делает. То, что он вроде бы поступает так, как он поступал раньше. Так как он поступал всегда. Вроде бы да. Вроде бы поступал. А вот это почему-то не работает. И вы таким образом вынуждаете человека поступать, скажем так, несколько иначе. По-другому. Другим образом. Другим путем вы вынуждаете человека поступать. И вот если вы так сделаете, то изменится его отношение к вам. Изменится ее поведение к вам. Но только после того, как вы вот как раз таки сами сделаете что-то. Сами внесете изменения в то, как вы сейчас себя с ней ведете. Это был такой вот очередной момент у нас. Наконец, последнее, что я хочу вам сказать. Вы, во-первых, написали, что в гости она вас не приглашает, но при этом говорите, что пили у нее чай. Как-то вы знаете, срань это выглядит. То есть, что получается, в гости она вас не приглашает, но при этом вы как-то у нее чай пили, значит, как-то у нее вы оказались. И что, вы пришли к ней без спроса или как? этот момент нужно прояснить. Дальше. Вы говорите, терпение ваше кончилось. Очень интересный момент. Терпение кончилось, а раньше оно было, раньше вы терпели. Хорошо. тогда вопрос, а для чего вы терпели? Что заставляло вас терпеть, вообще-то говоря? Попробуйте ответить на этот вопрос. Что обуславливало ваше терпение? Может быть, какие-то потребности, может быть, какие-то желания, ваши собственные, которые вы надеялись реализовать с этим человеком. И теперь ваше терпение кончилось, потому что вы поняли, что нет. С этим человеком реализовать то, что вы хотите, не получится. Но, тем не менее, желание есть, и оно не реализовано. Давайте попробуем его отделить. Давайте попробуем его реализовать, чтобы вы стали независимы от этого человека. И тогда вы полностью от него освободитесь. Во всех мыслов слов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. «Помогу» «Помогу» «Помогу»